Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Если его руководитель работает в УЗС бесплатно, в свободное от работы в другом месте время. Получать зампреды комитетов будут 50% оклада губернатора. Это якобы должно повысить уровень их ответственности. Депутаты от оппозиции предположили, что так единороссы готовят почву, чтобы установить зарплату кому-то из своих коллег. И упрекнули партию власти в том, что почти все 69 миллионов выделенных на УЗС достаются именно представителям «Единой России». В итоге законопроект все же был принят. Программа Экономика. Кировских школьников накормят на полтора миллиарда рублей. Такая сумма поступит в этом году и в течение двух последующих лет на организацию бесплатного питания учеников начальных классов. По словам чиновников, деньги будут тратить не только на покупку продуктов, но и на оплату труда работников в столовых. В Кировской области бесплатно питаться смогут 60 тысяч школьников. На Киров приходится половина этого числа. Энергетическая ценность завтраков, которые предлагают в школах 700-800 килокалорий, обедов 900. Каждый прием пищи обязательно подразумевает горячие блюда. По данным Роспотребнадзора, сейчас почти 20% школьников, особенно начальных классов, имеют нарушение пищеварительной системы из-за несбалансированного питания. Детям, считают, в ведомстве не хватает творога, рыбы, молочных продуктов. Норма потребляемых сладостей и мучных изделий превышена на 25-35%. Бизнес может оценить, выживет ли он в случае нового запрета на работу. Это один из вопросов анкеты «Бизнес-барометр страны» четвертого этапа опроса от Торгово-промышленной палаты России. Предприниматели могут рассказать, как оценивают уровень спроса и состояние рынков, сколько, по их мнению, времени уйдет на восстановление спроса, какие проблемы сейчас наиболее актуальный поиск денег или исполнение рекомендаций Роспотребнадзора, например. Также есть вопросы о том, выживет ли малый бизнес, если ему снова запретят работать. Справится ли он с отложенной оплатой налогов? Станут ли самозанятые конкурентами, действующим предпринимателем? Ответить можно до 9 октября на сайте «Бизнес-барометр страны». Результаты будут представлены в правительство России и федеральные региональные органы власти для формирования мер поддержки бизнеса. Экономика. В завершении о курсах валют на сегодня и доллар стоит 77,18, курс евро 89,98. Ольга Балезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101FM. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...